Друзья, добрый вечер. Приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. В прямом эфире стартует программа «Ответ священника». И сегодня на все ваши вопросы отвечает Ирей Стахик Калатвин. Отец Стахик, спасибо большое, что вы с нами. Добрый вечер. Добрый вечер. Также с нами сегодня сурдопереводчик Андрей Андрейкин. Друзья, у нас прямой эфир. Можете дозваниваться к нам по телефону, который сейчас увидите на своих экранах, или же писать к нам вопросы. Нам вопросы в WhatsApp. Вот так это правильно звучит. Все вопросы у нас здесь, никуда не деваются. Есть также опция «Видео вопрос». Записывайте себя на телефон, присылайте. Все показываем на большом экране. Будем ждать ваших звонков в прямой эфир. И пока будем зачитывать то, что уже вы нам прислали. Так, голос садится. Поэтому сейчас слово передадим отцу Стахи очень быстро. Батюшка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли держать в квартире, в комнате иконы, где живут комнатные собаки? А почему, кстати, собаки? Ну, то есть, в чем проблема? На самом деле, конечно, вот есть такой поверье. Собака – животное, которое охраняет двор. А кот – это тот, кто мышей уже внутри жилища ловит. Но все-таки мы живем немножко в других, не сельскохозяйственных условиях. И поэтому, что домашние животные, что кошечки, что собачки, они одинаково, как некоторые украшения дома, прежде всего для такой психологической разгрузки. Соответственно, это вполне уместные для нахождения в квартире и те, и другие животные. А любую комнату, конечно, ну, может, кроме разве что туалетной комнаты, все-таки, чтобы иконка была. И это не значит, что мы должны в каждой комнате молитву вставать по очереди, то в одной комнате, то есть, там повезло, есть еще одна комната в другой комнате. А просто, когда у тебя есть образ в помещении, всегда больше шансов, что у тебя упадет на него взгляд, и ты вспомнишь, что апостол Павел заповедовал тебе непрестанно молиться. А молиться надо непрестанно, даже если ты собираешься с собачками чуть-чуть поводиться. Интересный, кстати, у нас сегодня вопрос, можно ли заказывать молебны онлайн в социальных сетях? И не только в социальных сетях. Вот часто пишут, например, сайт какого-то монастыря, вот вы можете подать молебен, заказать, перевезти оплату сюда, и мы обязательно помолимся. Вот часто люди спрашивают, это все работает или не работает? Или лучше только в храмах? На самом деле, если говорить шире, то Господу вообще не важно, что мы что-то напишем. Ни от руки бумажечкой, ни через интернет. Это всего лишь формат сбора пожертвований на деятельность храмов, монастырей, на поддержку священников. Потому что Господь и без всяких бумажек, и без электронного вида, и без традиционного рукописного. Но вспомним, как 200 лет назад люди многие неграмотные были, бумага была очень дорогая там. А если еще, мотаем на тысячу лет назад, вообще люди на пергаменте писали, для которого, чтобы книгу, вот, Евангелие, могло быть одно на весь переход. Все остальные могли только послушать, прийти, потому что либо очень богатый человек, либо только вся община приходская. А о том, чтобы уже что-то написать на пергаменте, подать какую-то записочку, и речи не шло. То есть это достаточно поздняя традиция, без которой, однако, церковь не проживет. Потому что, увы, сформировалось некоторое такое вот отношение, что надо что-то заказать, и только тогда, вот, я на храм пожертвую. А если я ничего не заказываю, то не жертвую. На самом деле традиция, как они, традиции возникают и уходят, это она традиция неплохая. То есть если вам неохота записочку писать, и вы верите, что Господь и так услышит вашу молитву, то вы можете просто взять и найти сайт вот этого отдаленного монастыря, понимаете, он в глубинке, паломники не доезжают. Потому что у нас есть очень знаменитый монастырь, куда там автобусами толпы паломников. И, к сожалению, кстати, вот есть проблема в том, что даже когда люди хотят подать куда-то записочку через интернет, то они выбирают не нуждающийся монастырь в глубинке, а выбирают знаменитый монастырь, где уже... Как говорят, намоленное место. Да, где уже просто там монахи не успевают эти записки читать, они сразу-то горы берут, так посмотрели на них, ой, Господи, помяни всех вот здесь, кто написал нам в электронном виде, и всех, кто написал в бумажном виде. Наоборот, конечно, если вы выбираете подавать, вот заказывать какие-то требы через интернет, пункт номер один, не попасть на мошенников. Мошенников очень много, никаких сайтов-посредников. Да, вот есть прям отдельный синодальным информационным отделом, даже подготовленный список сайтов, которые 100% мошеннические. Но сайты эти новые и новые появляются. Потом ложные страницы в соцсетях. Монастырь настоящий или батюшка настоящий. Используется фотография, но страница не имеет реально к нему отношения. Поэтому, конечно, либо выбирайте официальные монастырские страницы, если какой-то монастырь, либо выбирайте священника, которого знаете и доверяете. В принципе, я сам стою, и когда на службе с телефоном в руках, то уже прихожане мои знают, что это не потому, что мне скучно, и я там в интернете новости читаю, а знают, что это мне вот в социальных сетях разных написали записочки. Я их наравне с бумажными точно так же поминаю. Да, современные технологии внедряются потихоньку. Друзья, я говорила про то, что у нас есть видеовопрос. Есть такая опция. Давайте смотреть то, что вы прислали сегодня. Батюшка Христос Воскресе. Хотела задать вопрос. Меня зовут Ольга, мне 52 года. Я живу в России. Православная христианка, прихожанка православного храма. Мой вопрос в том, что мои родственники, родители, братцы живут на Украине, и в последнее время они перешли в Украинскую Раскольническую Церковь. И я хотела спросить, как мне можно о них молиться, и можно ли мне писать о них записки в храм на пресс-комедию и на Эксинью. Спасибо. О, да прям слышно, да, в голосе человека абсолютная такая безысходность от того, что происходит. Да, тут, конечно, ситуация печальная. Если бы люди были якобы крещены в Раскольничьей группировке, то, конечно, писать записки было бы нельзя. Потому что люди, имитация крещения, имитация таинства, она ни к чему хорошему не приводит, и человек от этого не пополняет ряды новоизбранного воинства Христова, как в молитвах во время чина оглашения перед крещением говорится. Но здесь все-таки ситуация, как я смотрю, новая для семьи нашей телезрительницы, потому что люди, как я понял, были прихожанами канонической православной церкви, и вот под давлением обстоятельств, под гнетом пропаганды, а где-то, может, из-за страха, а может, увы, и батюшка подвел. Иногда люди, правда, смотрят на своего священника, а на священника куда проще на одного надавить. Ну, что там надавить на всю общину, когда можно надавить одного батюшку? Надавил, да, и батюшка уже раз и оказался в Раскольничьей группировке, и люди просто за ним пошли. И тоже, конечно, в таком случае спрос будет с людей меньше. С батюшки больше, а с людей спрос, конечно, поменьше, потому что они доверяют, раз их батюшка ввел к спасению, ну, значит, раз он сюда свернул, ну, мы люди неграмотные, может, он как-то разбирается. Поэтому, конечно, эти люди, они приняли крещение, крещение не смывается. Если человек, а крещение это второе рождение, рождение души, рождение для жизни вечной, если он родился для жизни вечной, вот беседы Христа о Никодиме, Никодим удивляется, как человек может родиться, неужто он, будучи стар, входит по трубу матери, Господь говорит, нет, не об этом речь. Да, вот это рождение свыше, рождение Духом Святым, оно уже произошло. Там предлагают, например, какие-нибудь язычники, разные секты, они там, раскрещивания, не получится. Ты, если уже стал христианином, ты не сможешь стать не христианином, не крещенным. Ты можешь стать только христианином отрекшимся от Церкви Христовой. Поэтому в этой ситуации, конечно, очень печально, что близкие наши телезрительницы отреклись от невесты Христовой Церкви, да, которая, конечно, несовершенна, потому что ее делает совершенной только Господь наш Иисус Христос. И они ушли, но они остаются крещенными людьми. Спрос с них будет, как с крещенных людей. А раз с них спрос, как с крещенных людей, то и молится Церковь. Они все-таки раз получают все вот эти минусы, всю эту тяжесть ответственности, как крещенные люди. То есть сейчас с них спрос больше, чем тех людей, которых якобы крестили в украинской раскольничьей группировке. Однако, поскольку они крещенные православные люди, пусть и отступившие, то Церковь может за них молиться. Они овцы, избранные из стада Христова. Просто овцы заблудшие, ради которых Господь берет, оставляет 99 и идет за сотую ее искать. И поэтому тоже подавайте обязательно записочки, пишите их имена своих близких. Вся Церковь будет за них молиться. И может, ну, не по молитвам, не по моим, не по молитвам вашим, а может, какие-то и святые люди среди нас тоже живут неизвестные, молятся. Может, тоже как-то ситуация разрешится в сторону Христа и спасения души. Ой, да, дай Бог. Батюшка, Христос Воскресе, скажите, пожалуйста, что символизирует собой хлеб, полит и вином, который раздают молящимся на всеночном бдении? Я так понимаю, про артус идет речь. Нет, это как раз на всеночном бдении, накануне двенадесятых праздников, совершается литья в составе всеночного бдения, такое поминальное. Можно сказать, это действительно было поминальное событие. Сейчас это как часть торжественного праздничного богослужения в больших монастырях, где торгий устав, там совершается каждое всеночное бдение. Всегда в субботу вечером пришел, накануне воскресенья всегда будет литья. А в приходской практике обычно это не каждую всеночную, а накануне двенадесятых праздников. Вот у нас будет вознесение Христова впереди, тоже будет всеночное бдение совершаться, и на нем литья. И поскольку службы монастырские были очень длинные, то не как у нас сейчас пришел на приход, и там через 2,5-3 часа освободился, а как вот ну хотя бы на Влааме, 5,5-6 часов. Вот ты пришел в 7 вечера и где-то там за час ночи уже идешь, чтобы с утра на службу встать. И, конечно, по ходу службы, чтобы молитва дальше шла, неплохо подкрепиться. Служба, она была, несмотря на такую длину, очень гармонично устроена монастырские. То есть помолились несколько часов, потом вышли подышать свежим воздухом, пошли на монастырское кладбище, где братья захоронены. Там помянули за упокойные тоже прошения, помолились тоже. И взяли после этого, тоже осветили, благословили хлеба, вино, и подкрепились. Подкрепили свои силы, чтобы дальше молиться. Сейчас, конечно, смысл символический, но тем не менее и взрослый человек, и ребенок, который ребенок приходит обычно на 20-й праздник, это же не суббота, а не выходной. Будний день чаще всего. И уже ты пришел усталый после работы, думаешь, ой, скорее бы уйти со службы пораньше, поужинать, а тут тебе после помазания кусочек хлеба с капелькой вина, и ты уже подкрепился, и как-то и настроение лучше. Если мы, конечно, понимаем, что хлеб и вино, это еще с ветхозаветных времен, как некоторый такой образец минимальной трапезы, трапезы дружбы, минимального угощения. По сути, когда Господь на тайной вечере впервые дал свое тело и кровь Христовы, почему апостолы вначале не понимали, что что-то прям новое свершилось? Для них слова Господа были загадкой, он же еще не пострадал на кресте. Потому что это была такая иудейская традиция, да, вот взять хлеб, преломить, вино разлить. То есть это вот был некий символический акт. Понятное дело, что для нас этот символический акт, он сохраняется, но уже в таком, на меньшей дистанции. Мы вкушаем этот хлебушек на все ночные радуемся, а завтра придем и причастимся к святых Христовых тайн. Спасибо, Господи, за ответ. У нас сейчас короткая пауза, друзья. Сразу после присоединяйтесь, возвращайтесь, будем продолжать. Друзья, продолжаем отвечать на ваши вопросы в ответе священника. С удовольствием будем ждать ваших звонков в нашу студию, но пока читаем то, что есть. Батюшка, здравствуйте. Вот такой вопрос. Как поминать давно ушедших родственников, о которых не знаю ничего, кроме имени? Речь о прабабушках и прадедушках. Я вот присоединяюсь. Знаешь же иногда, вот до какого-то, прямо до четвертого, до пятого колена, но у тебя нет уже с ними никакой связи. Ты просто знаешь имена. Действительно, есть люди, которые как-то более увлечены, или бывают период в жизни, когда вот прям интересно родословие, пора спрашивать, вспомнить, ой, а как дедушка, прадедушка звали. И как-то допытываешься, и тоже чувствуешь некоторое родство. То, что не чувствуешь этой близости какой-то с давно усопшими родственниками, не страшно, потому что Господь в Новом Завете показал, что вопрос кровного родства, он вторичен. Господь говорит, мать и братья мои, это те, кто творят волю Отца Моего. Поэтому человек, с которым ты единомысленен, в стремлении, дай Бог, к Христу, или, увы, в стремлении к греху, он тебе будет ближе, чем твой ближний родственник. Это мы, вот если посмотрим, с кем мы там чаще общаемся. Мы общаемся, ну, со своими друзьями. Может, правда, у нас число друзей входить, и родители, и братья, и сестры, но все равно это будет уже не потому, что вот тебя что-то кровное связывает. Да, конечно, у нас есть, сохраняется заповедь о почтении к родителям, даже там, что если, может, и с родителем, и бывают, увы, людей острые какие-то отношения, но все равно заботиться надо. Тем не менее, если ты вот вспомнил и поставил себе задачу кого-то помянуть по имени, ну, или даже не вспомнил, а тебе там, например, твои родители, твоя бабушка дала записочку и говорит, ой, там, помолись за таких-то вот моих предков, то пойми, а это же для нее вот, это ее бабушка, да, это такой же близкий человек, как вот тебе, твоя бабушка, что если вот так по аналогии ты воспринимаешь, что как-то тебе будет больше с теплотой, если у тебя этой теплоты все равно не появляется, лучше, конечно, кажется, не, Лука, вы скажете, формально лучше не делать вообще. Да. Да нет, лучше помолиться, если имя у тебя есть, и ты его специально будешь из разума выкидывать, ой, этот дедушка, я его не помню, этот прадедушка не знаю, про этого ничего не слышал, ты же все равно время потратил, чтобы это все осмыслить, лучше бы ты же то же самое время, вот эти же самые имена потратил именно с молитвой, с общением ко Господу, покой Господи, и вот имена перечислил, уже хоть какая-то наша слабая молитва, уже для них радость, но даже если мы что-то и забываем, и кого-то по имени не назовем, мы об этом вот говорили в принципе, в вопросе написания записок, в вопросе подачи каких-то электронных или там бумажных, вот списков имен, что все равно Господь нашу молитву услышит, Господь, когда молился в Гефсиманском саду, Он говорил, не за всех молюсь, а молюсь за которых дал и себе мне, Господи, сохранишь их, да, вот к Отцу Небесному, Он не перечислял вот снова список апостолов по именам, это и так уже не нужно, Господь чувствует, Бог Отец чувствует, и точно так же, если ты молишься и чувствуешь, и даже не знаешь имена людей, или ничего о них не знаешь, то Господь и без перечня, и без твоих каких-то познаний все равно твою молитву примет. Вот, друзья, давайте вот через один возьмем видео вопрос, сейчас пока зададим то, что есть. Батюшка, человек работает водителем на скорой помощи. В конце смены дополнительных заработков бригадир разрешает излишки бензина забирать. Является ли это для водителя грехом? Спасибо. Конечно, вот с такой отрывочной ситуацией сложно разобраться, слишком частный случай. Тем не менее, мне кажется, вот по данной полученной мне информации, это грехом не является. Почему? Потому что организация уже выделила, на этот день это должно быть потрачено, это не уйдет ни в какой убыток, это не то, что крадется у какого-то следующего дня, это есть вот действительно некий норматив. Представьте, что человек едет в командировку, ему дают командировочные, на то, чтобы он там поел, на то, чтобы он там тоже купил все минералочки в гостиничный номер и так далее. Ну, а у человека раз он вроде поел, минералки купил, а деньги еще остались. Он же не то, что не идет, отдает. Нет, это вот честные какие-то выделенные организации, выплаты. Более того, я думаю, все русские люди знают, что зачастую командировочные могут быть потрачены еще до выезда в командировку на какие-то семейные нужды, да, и там и необходимости, а потом уж как-то там человек живет. На консервах, да. Да, тут точно так же и с этим бензином. Тем более, здесь еще немножко проще, потому что вот бригадир, который не имеет никакой заинтересованности, что его работник что-то возьмет, он уже оценил со своей стороны, он понимает, что общему делу рабочему урон никакой не наносится. И действительно, это за добросовестно выполненную работу рядовому сотруднику какая-то дополнительная награда замечательная. Друзья, пойдем дальше, как обещал видео вопрос. Давайте смотреть. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, можно ли христианину заниматься йогой? С одной стороны, это хорошо, это для здоровья, это безобидно, а с другой стороны, йога происходит от буддистов. В связи с этим у меня возник вопрос. Часто мы этот вопрос поднимаем, но поскольку люди у нас занимаются спортом активно, и это здорово, как к йоге относятся? Да, отвечает ответственность за физкультуру и спорт в северо-западном векарятстве Московской городской епархии. Это я. Внимание. Я бы разбил этот вопрос на две составляющих. Если нету никакой духовной составляющей, если ты не ищешь какого-то внутреннего себя, не добавляешь вот этой искусственной, ложной духовности, которая для, возможно, человека язычненькая, но это будет какой-то духовный рост, а для христианина будет абсолютный упадок. Если ты просто это занимаешь как физическими упражнениями, ну, почему бы и нет. Тем не менее, я бы, с другой стороны, со спортивной точки зрения, как кандидат в мастера спорта, предлагаю оценить выступления сборной Индии на Олимпийских играх, сравнить с выступлениями китайской сборной, русской сборной, сборной Соединенных Штатов Америки. Вы увидите, что несмотря на тысячелетний опыт спортивной деятельности в сфере йоги, спортсмены не показывают никаких результатов. Соответственно, и спортивный, именно фактор йоги, даже отделенный от духовного, он тоже теряется. Не видно этих достижений. А ведь он прикрамывает фарминдустрию где-то у них. Вот тут и фарминдустрия как раз индийские компании мощные сейчас там заводят. Вот парадокс, парадокс, кстати. Все-таки здесь, мне кажется, больше действует реклама. Вот по сути мы же, когда идем в фитнес-центр и видим, там написано йога. Это же не йога из Индии. Это некоторая гимнастика, которая в Соединенных Штатах Америки, чтобы разрекламировать на фоне каких-то традиционных видов спорта, добавляется ей история. Вот если ты берешь и продаешь просто старую подержанную машину, ну это рухлядь. А если там, ой, на этой машине кто-то ездил 80 лет назад, знаменитый человек, и уже это совсем дороже любого. И миллионы так накручиваются, накручиваются, накручиваются. Вот точно так же и йога. И йога здесь, увы, чаще всего люди ее выбирают как жертва рекламы. Тем не менее, если вот как-то охота под какую-то мелодичную музыку, а не под бодрые ритмы скретчинга, там у себя фитнесом как-то заниматься, то, пожалуйста, никаких проблем нет. Потому что, конечно, с позиции высокого спорта, это, конечно, ну не уровень. Но по сравнению с человеком, который посмотрит, ты скажешь, ой, батюшка сказал, йога не нужно, поэтому я буду на диване лежать и чипсы кушать. Да? Нет, уж лучше. Оставляй чипсы, вставай с дивана. Если, ну, не хочешь другим спортом заниматься, ну, хоть чуть-чуть потренируйся с помощью тех или иных вот таких практик, которые в твоем фитнес-центре даются, но без лишней духовности. Пойдем дальше. Добрый день, батюшка. Моя мама недужная, болеет около 20 лет, ходит в церковь, молится, но ничего не помогает. Сейчас настал такой период, что даже от молитвы ей плохо, от прикосновения святыней ей плохо, от причастия и другое. Говорят, нужна отчитка, нужен сильный батюшка, чтобы ей помог. Что мне в этой ситуации делать? Спрашивают наши телезрители. Ну, сильный батюшка, это в смысле, если человек не хочет каяться, он хватает, и пока не покается грешник, он не отпускает. Ну, разве в таком плане? А так, конечно, выражение сильный батюшка, это оккультное выражение. Ну, говорят, хорошие молитвы, некоторые... Да, вот это все называется уже оккультизм. Священник, он ничего сам не совершает. Таинство священства, это дух святой, действует через священника, потому что священник принял апостольскую благодать от епископов, которые приняли ее от апостолов. Да, священник, он, конечно, единственная, в чем разница, что батюшки разные по-разному мешают эту людям благодать принимать, потому что чаще всего мы приходим и с грехами батюшки сталкиваемся, и тоже это как-то нам мешает с Богом общаться. Поэтому мы выбираем, какой нам батюшка не так сильно мешает, как все остальные. Тем не менее, думать, что какой-то батюшка, у него какая-то особая таинство действует, не поможет, тем более, как я понял, мама недужная, то есть у нее есть заболевание нервной системы, как я понимаю. То есть сложно понять из контекста. Возможно, оно не диагностированное, возможно, у нее тяжелая депрессия, возможно, у нее какое-то маниакальное расстройство. То есть поскольку здесь не говорится, что она вот лежит, не может встать, или у нее боли какие-то беспокоятся, а говорит, что вот она вроде уже исповедуется, причащается, и ей прям как-то плохо. Нет, конечно, такая ситуация бывает иногда, когда человек очень тяжелый грех совершает, и параллельно ходит, причащается. Да, там по ночам преследует, у людей топором рубят, а потом вот идет в храм на причастие. Но все-таки это исключительная ситуация, поэтому, скорее всего, человек мог столкнуться с заболеванием из психиатрии. Почему еще именно про отчитку речь зашла? Раз про отчитку, значит, чего-то в поведении нестандартное идет в человеческом. А поскольку гордость-то, как сказать, у моей мамы психобольная, или, ой, мою маму вселились бедцы, это же так солидно, это уже и похвастаться можно. А вот то, что у мамы психическое заболевание, это никому и не скажешь, это вот и гордость. И в итоге эта гордость мешает любимому человеку помочь, отвести его на прием. У нас, увы, к сожалению, из-за того, что в советские богоборческие годы была карательная, в том числе психиатрия, наряду все-таки с реальным лечением, люди до сих пор, вот уже вроде поколение прошло, а все равно это сидит, что вот это как клеймо. На Западе другая проблема. Там наоборот люди, ой, если у тебя депрессия, у тебя такой урон, психика потерпела, то тебя надо пожалеть, как-то вокруг приплясывать. Вот нужно все-таки найти эту золотую середину. Если приходишь, батюшке кает самом искренне, а ей на душе лучше не становится, ей все равно что-то разрывает, значит, надо идти к психиатру. И задача священника, сильного священника, не к себе прязывать человека, ходи ко мне на отчитку, а задача священника сказать, иди, вот тебе телефон православного психиатра, свяжись с ним. Спасибо большое. Давайте, друзья, прервемся на маленькую паузу. Будем продолжать. Друзья, продолжаем отец священника. У нас есть телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Дана, батюшка, скажите, пожалуйста, вот очень хочется замуж, уже все, что могла, перепробовала, и, оказывается, читала очень долгое время, годами, да, и молилась, и всех своих знакомых и родственников прошу, чтобы молились за меня. Кучу книг перечитала, к психологам на консультации ходила, разносяческие школы невест проходила, и все никак не находится тот самый. Подскажите, что делать? Может быть, я неправильно как-то молюсь? Или смириться уже, в конце концов, и просто ждать человека своего. Что еще? У вас много друзей? Друзей много, в принципе. Вы общительный человек? Очень, очень общительный. Да, то есть, ну, много вот друзей. Есть среди ваших друзей просто, ну, не женатые мужчины? Сколько? Несколько десятков? Ну, несколько десятков нет, но десяток точно есть. Десяток – слишком маленький выбор. Раз вы общительный человек, значит, надо помнить, мы с Богом находимся в соработничестве. Господь действует, когда действует человек. И чаще всего, чтобы жениться, это надо проходить не курсы, не читать книжки, а надо дружить. Надо помнить, что заповедь любви, она единая, а в ней уже, в этой заповеди любви, есть, ну, просто разные виды любви. Там, почтение к старшим, уважение к родителям, там, любовь братская, сестринская к своим родным братьям, сестрам, дружба со своими друзьями. И уже вот, как некоторый такой яхонт во всем этом великолепии, это, конечно, любовь внутри семьи, между мужем и женой. Но это не вещь отдельная. Если ты будешь набрасываться на людей, вот ты познакомился с человеком и набрасываешься, либо я с тобой вот иду под венец, либо я с тобой не общаюсь, люди будут, сейчас мужчины, они такие, они испуганы, они сразу убегут. Надо с людьми дружить. Если у тебя, вот, там, 40 друзей, с которыми ты общаешься, они чувствуют, ты такой положительный человек, с тобой хорошо, с тобой интересно. Они находят единомышленников тебе. То тогда уже и следующий шаг, тут как раз не нужно ориентироваться, там, на влюбленность, на желание, там, как-то кидать вверх цветочки или прыгать, не дай бог, с крыши. Нет, нужно ориентироваться на единомыслие. Если есть дружба, если есть единомыслие, это вот тот фундамент, который можно надстроить уже высотой, возрастанием любви семейной. Поэтому, раз вам Господь дал такой дар общительности, используйте его, используйте его, чтобы вот не на курсах общаться и не с теми общаться, кто специально приходится знакомиться. Это может сработать? Может, но это исключительный момент. А просто вы общаетесь, дружите. Самое главное, даже если вы никого не найдете, вот специально, чтобы брак вступить, все равно ваша жизнь будет куда интереснее, насыщеннее. Вас будут окружать любящие вас люди. Вы будете тоже дарить людям свою любовь. Потому что человек несчастлив не потому, что он недополучает любви, а человек бывает несчастлив, когда сам не может свою любовь кому-то приложить. Отец Сахис, спасибо, Господи. Такая замечательная точка у нас сегодня в программе. Нам надо с вами делать программу о знакомствах православных. Я прям послушала вас и поняла. Друзья, спасибо огромное, что были сегодня с нами. Присылайте свои вопросы, обязательно зададим. Ну и увидимся совсем скоро.